Территория парка детства в Угличе сейчас место исключительно для взрослых. Площадку в центре города оккупировали строители. Вплотную идет работа спецтехники. Здесь началась реконструкция. 1 сентября излюбленное место горожан должно преобразиться до неузнаваемости. Сейчас производятся работы по устройству пешеходных дорожек. Также производятся работы по устройству велодорожек, которые будут проходить вокруг парка. Будет заканчиваться благоустройством. Сейчас уже сделано освещение полностью всего парка. Оно сейчас работает. Территорию парка детства ремонтируют по нацпроекту «Жилье и городская среда». Кроме этого, объект стал победителем народного голосования в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Всего на благоустройство выделено более 10 миллионов рублей. К слову, в Угличе в этом году по программе «Решаем вместе» изменятся до неузнаваемости не только общественные территории, но и дворы. К примеру, на улице Береговой отремонтировали освещение, уложили новый асфальт и установили лавки. Конечно, мы очень довольны, потому что двор у нас был просто безобразный. Яма на яме. Во-первых, светло, чисто, хорошо. Детишки с других дворов, они здесь теперь и на досочках катаются, на велосипедах, на самокатах. Конечно, рады. Всего в планах углических властей в этом году преобразить еще три двора. Говорят, что это только начало. С каждым годом заявок на участие в программе становится все больше. «Заявок по дворам было очень много, практически около трех десятков. И, естественно, победили те, где было больше участия жителей. Там, где они проявили активность, где они пришли, проголосовали, те дворы и победили. Очень отрадно то, что жители с каждым годом как-то все более активно включаются, поскольку по городу у нас каждый год реализуется несколько лет подряд, и они уже видят готовые дворы, и они видят, что и благоустройство, и озеленение. Мы привозим и кустарники, и цветы, и клумбы делаем. Поэтому с каждым годом только-только спрос на это растет». К слову, по региону в этом году отремонтируют более 150 территорий. Несмотря на то, что сроки даны подрядчикам до 1 октября, часть объектов уже сданы. «В текущем году реализация программы «Комфортная городская среда» идет довольно успешно. Если смотреть на общее количество объектов, это всего у нас 154, то уже треть из них благоустроена. Это 12 общественных территорий и 42 дворовые территории. На остальных объектах работы еще идут. 25 из них готовятся к приемке. Дарья Коос, Антон Комаров. День в событиях. День в событиях.